Принц Чарльз Принц Чарльз Геннадий Гороховский, который открыл Центр Здорового Дыхания в Торонто, обучился этому методу непосредственно у его создателя. Просто в украинской вышиванке, в сорочке он всегда ходил, он сам родом с Украины. Он произвел на меня впечатление. Вы знаете, вот есть люди, которые горят своей идеей, фанат своей идеи в хорошем смысле этого слова. Вот он был именно вот таким вот фанатом. Вы знаете, и когда вот мы собрались на первое занятие, и Бутейко начал с того, что он заявил следующее. Вы знаете, коллеги, что предположим, такое заболевание, как астма, это защитная реакция организма от потери организма СО2, то есть углекислоты. Ну, возникло недоумение в аудитории. Некоторым захотелось встать и уйти, потому что нас учили, что предположим, такое заболевание, как астма, это инфекционно-аллергическое заболевание, это сложные теологии. А вот тут вдруг это защитная реакция от потери углекислоты. То есть своими представлениями, понятиями он сразу перевернул все наше представление о медицине, о способах лечения заболевания. Поэтому это вызвало легкое недоумение. Но когда в течение обучения, а потом работы у него, я увидел тысячи страждущих людей, которые получили избавление от своих болезней, конечно, я был просто в шоке. Я был шокирован, я ловил каждое его слово. И для меня это были самые счастливые дни моей жизни, когда меня судьба встретила с таким человеком, как Константин Павлович Бутырик. Нет такой ситуации, где бы метод не помог, фактически. Вот что на сегодняшний день. И когда больной научится хорошо уменьшать дыхание и снимает симптоматику, он же практически здоров. Чуть, что появилось, он снялся. А чтобы полностью исправить дыхание и выйти из зоны сверху носа, прости, у нас очень сильная работа. И нельзя думать, что регуляция дыхания метод очень прост. Да, он прост по идее. Уменьшай грудное дыхание, больше ничего. Но он страшно сложен по ее исполнению. Сегодня метод Бутейко подкреплен обширными научными исследованиями. Но в советских 60-х идея о пользе неглубокого дыхания осенила доктора Бутейко случайно. Ничто не ново под луной. И о дыхании, о пользе уменьшения глубины дыхания еще было известно до нашей эры. Один китайский мыслитель еще в 4 веке до нашей эры говорил, что бессмертие в бездыханности. Имея в виду в том, что глубокое дыхание не насыщает организм кислородом, не приносит большой пользы. И с этим столкнулся Бутейко вплотную еще, будучи выпускником Первого медицинского института в 1953 году. И вы помните, когда Ньютону на голову упало яблоко, и он открыл всемирное терротение? Похожее случилось с Константином Бутейко. Тут никто никуда не падал, но, как говорится, к открытию надо быть готовым. И вот в одно из дежурств Бутейко попросили послушать больного астмой. Для того, чтобы его послушать, он попросил пациента глубоко подышать. И увидел, что на фоне глубокого дыхания приступ усилился, удушья усилился. Он попросил его уменьшить глубину дыхания, и постепенно приступ удушья сошел на нет. Он очень удивился. Как же так? Согласно теории Лаувазье, то есть чем глубже человек дышит, тем больше кислорода поступает в клетки тканей. Правильно? Ну, по-логическому. Логически. Логически так. Но на самом деле это не так. Обратившись к истокам, он обнаружил закон Холдена Прислея. То есть он не обнаружил, этот закон был известен еще студентам мединститута первого курса. Что ни один грамм кислорода в клетках и тканях не усваивается, пока не будет оптимального уровня углекислоты. То есть насыщение организма кислорода напрямую связано с уровнем парциального СО2 в альберолах и крови. Поэтому глубокое дыхание аж никак не насыщает организм кислородом. Сам Константин Павлович Бутейко своему детищу дал название метод волевой ликвидации глубокого дыхания – ВЛГД. В основе его метода лежат дыхательные упражнения, направленные на носовое дыхание, уменьшение глубины дыхания и релаксация. Контролирующий врач свои наблюдения базирует на так называемой контрольной паузе – времени, на которое пациент может задержать дыхание до первого желания вдохнуть. Путем многочисленных экспериментов Бутейко удалось установить связь между контрольной паузой и содержанием углекислого газа в альбеолах легких и крови. При оценке состояния пациента замеряется контрольная пауза и сверяется с эталонной таблицей. Сегодня, правда, появились и более современные методы диагностики. Прибор, разработанный в США в университете, изучающем дыхание, замеряет содержание углекислоты, частоту дыхания, пульс и даже уровень стресса. Проверившись на приборе, мы убедились, что уровень СО2 у нас, как и у большинства людей, понижен, и для улучшения самочувствия неплохо бы опробовать метод Бутейко на себе. Сейчас группа находится в методе Бутейко. То есть достигается полная релаксация, ибо уменьшение, расслабление дыхательной мускулатуры автоматически уменьшает глубину дыхания. Каждый из них добивается полной релаксации, при этом сохраняется прямая спина и включается диафрагмальное дыхание. Это одно из самых базовых упражнений. Оно предлагается тем пациентам, у которых контрольная пауза 10 секунд и меньше, то есть 4% СО2 болевых и крови, то есть пациенты, приходящие к нам с приступами астмы, с аллергическими реакциями, с различными другими патологическими состояниями, которые требуют начала занятий вот на таком уровне, сидя, уменьшая глубину дыхания, повлекая диафрагмальное дыхание. До тех пор, пока уровень парциального СО2 не поднимется до 4,5%, а контрольная пауза до 20 секунд. После этого режим занятий у таких пациентов меняется. Чем лучше состояние, тем сильнее наружка. С виду групповое занятие методом бутейка напоминает обычный сеанс медитации, но обладеть методом волевой ликвидации глубокого дыхания гораздо труднее, чем кажется на первый взгляд. Заставить себя дышать неглубоко и при этом вдыхать достаточное количество воздуха – задача нетривиальная. Еще Константин Павлович Путейко говорил, что наиболее тяжелые пациенты получают наилучший результат. И это действительно так. Чем тяжелее симптомы у человека, пришедшего. К нам нередко приходят люди уже в отчаянии, как девочка недавно. Причем это не зависит от возраста. Нашему старшему пациенту было 88 лет. Он пришел достаточно скептически настроен, его привела дочь. Он болел астмой с 1954 года. То есть практически всю свою сознательную жизнь. Он сказал, что он забыл уже как дышать. А скептицизм его выражался именно в том, он говорит, «Ребята, да мне и так дышать трудно. Вы меня будете учить уменьшать дыхание?» Говорим, да. Вы попробуйте. Он попробовал. Он пришел на второе занятие совершенно другим. И на третьем он пришел совершенно. А на пятом занятии он пришел и говорит, «Вы знаете, пришлось ему поднять тяжелое ведро». И обычно в этом состоянии появляется приступ. Когда человек к этому как бы не готов, он поднимает, особенно в таком возрасте, то есть то, что называется астма напряжения. Я поднял, и со мной ничего не случилось. Он снова стал писать картины. Мы очень благодарны этому пациенту, потому что он скрупулезно выполнял все. Как только он почувствовал, что ему действительно легче, он скрупулезно выполнял все назначения. И получил очень хороший результат. Смотрите, ведь мы не даем никаких препаратов пациентам. Мы их учим дышать. Это совершенно не требует специального какого-то признания, какого-то специального на это лайсенсы. Требуется подготовка человека, который этим занимается, общий медицинский бэкграунд и желание самого пациента, конечно. Ну и владение методом, в первую очередь, конечно. Владение методом, и владение методом, в первую очередь. Потому что к нам очень часто приходят люди, которые пытались воспринять метод из интернета, из книг. Выпущено достаточно много литературы. Мы эту литературу тоже всю проштудировали, надо сказать. Опять же, настаиваем на том, что результат дает работа со специалистом. Будь то индивидуально или в группе, неважно, под контролем специалиста все будет нормально. Дыхание слишком тонкая вещь для того, чтобы с ней играться. Константин Павлович Бутейко сравнивал его с ядерной энергией. Если ее применять правильно, она принесет большую пользу. Если нет, соизмеримое с этой же пользой разрушение. И действительно, по всему миру, где практикуется метод Бутейко, предупреждают об опасности самолечения с использованием метода. Сегодня среди инструкторов метода можно увидеть немало английских фамилий, но ученики самого советского ученого пользуются в мире здорового дыхания непререкаемым авторитетом. Диплом Геннадия подписывал лично Константин Павлович Бутейко, подарив ему свой портрет с дарственной надписью. Красный диплом методиста в ЛГД с правом ревизии позволяет Геннадию Гороховскому продолжать дело своего учителя и готовить новых специалистов по методу Бутейко. В то время метод Бутейко уже активно практиковался. С 1962 по 1982 год в СССР было проведено 35 исследований, которые подтвердили, что метод безопасен и эффективен при лечении астмы и других заболеваний дыхательной системы. С 1999 года на Западе было опубликовано шесть контрольных исследований метода Бутейко. Все они также продемонстрировали его эффективность. Последние известные исследования, исправляющие ошибки прошлых испытаний, были проведены в Канаде в 2008 году и также показали положительные результаты. Тем не менее, в канадской медицине метод Бутейко официального признания пока не нашел. В Канаде мало что признано, скажем так. Ради, например, отсутствует такой тип, вид лечения, как бальнеология, так как было принято у нас. Поэтому на Канаду ориентироваться в этом отношении не приходится. А вот такая же консервативная страна, как Великобритания, я уже вам рассказывал, она этот метод признала. Ну и не надо, решили Геннадий, его верный партнер в практике оздоровления людей путем овладения правильным дыханием Ирина Придатко, и открыли в Торонто клинику, в которой наряду с иглоукалыванием и физиотерапией практикуется метод Бутейко. Наш центр здорового дыхания был образован два года тому назад. Честно говоря, у меня была идея организовать этот центр и ранее. С благословения доктора Лившина, многим знакомым нашим телезрителям, как фэмили доктор, блестящий он врач, шикарный диагност. Вот, он был знаком еще с этим методом в Ленинграде, участвовал в апробации этого метода, и он мне посоветовал, говорит, знаешь что, Геннадий, давай мы это понесем людям, эти знания, ты можешь даже использовать мой офис, я закончил прием, ты садись, начинай принимать пациентов. Вот, и это было лет пять тому назад. Вот, написал статью за его подписью, и дали в одну из русских газет. Вот, и было, значит, позвонило 4-5 человек, отлик на эту статью, с вопросом, а охип покрывает ваше лечение? Вот, но вы понимаете, что на этом все и закончилось. К сожалению, значит, Бог не дал мне организационного таланта, и вот, я уже упоминал, что два года назад у меня появилась пациентка Ирина, которая, что называется, восприняла всей душой новаторские идеи профессора Бутейка, и решила взять на себя организационную часть этого процесса. И вот мы существуем два года с поддержкой и благословением доктора Лившина, с которой мы консультируем особо в тяжелые случаи, за что мы ему весьма благодарны. Результаты работы Геннадия и Ирины налицо. Группа, за занятиями которой мы сегодня наблюдали, показывает отличные результаты. Предполагал, предсказывал метод Бутейка, что начинается полное очищение организма. То есть, когда пауза начала расти, то на соответственных повышениях паузы на 20 секундах, 30 секундах. Это были удивительные симптомы, когда началось очищение, начались, допустим, симптомы температуры, возврата кашля, симптоматики и так далее. И вот это ощущение, что ты, с одной стороны, абсолютно здоров, а с другой стороны, всё это присутствует. Это не мешало нормальной работе, это не мешало, то есть ты не терял силы и так далее. Но при этом симптомы эти повторялись. И это продолжалось где-то около трёх недель. И я удивилась, что, оказывается, у моих лёгких оказалось ещё очень много чего-всего. И сейчас, когда я пошла на более высокую паузу, у меня симптоматика прекратилась. И много дополнительных вещей, которые ты приобрёл, это, конечно, очень большая выносливость. Я была недавно на круизе, и что я очень заметила. Там, потому что я круиз был по Европе, по Италии и Греции, вы прекрасно все знаете, что практически весь трип вы должны идти в гору по камням. И выдержка была, конечно, намного больше. Дышала я только носом. У меня проблемы со щитовидной железой, и врачи меня 13 лет назад посадили на таблетки и сказали, что это пожизненно. Я спала очень плохо, потому что постоянно мучила жажда. Мне приходилось вставать по несколько раз ночью, пять-шесть раз. Для меня это уже было нормой. Я не жаловалась, я думала, что это нормальный сон. И как только я начала заниматься в этой группе, у меня нормализовался сон, и это было прекрасно. То есть за многие-многие годы я проспала всю ночь, не вставала. То есть это был огромный плюс. Так же легко, как астма, уходит паника. Апноя. Вот эти проблемы, когда я прихожу в клинику, которая продаёт эти маски, и там написано, главное для нас ваш комфорт, меня просто захватывает, останавливается вообще. Конечно, называется. Насколько это несовместимо, комфорт и эти маски. Поэтому то, что предлагает метод Бутейко, это реальный комфорт, это реальный выход из этой ситуации, и не нужны никакие маски. Кроме того, это же, что называется, multiple benefit для человека. У детей улучшается концентрация. Из лечения таких теперь, опять же, распространённых заболеваний, как ADHD, то есть синдром дефицита внимания, это всё уходит на методе. А почему? Потому что при низком уровне СО2 нервные клетки становятся неоправданно раздражительными, неоправданно чувствительными, и человек неадекватно реагирует на окружающую среду. То есть на события, которые вокруг него происходят, отсюда и паника так. Ну что страшного ехать в лифте, а у человека паника так. Потому что на фоне низкого уровня СО2 его нервная система раздражена. Как видите, метод волевой ликвидации глубокого дыхания помогает в самых разных случаях и даже способствует очищению организма. Метод очищения является краеугольным камнем, камнем этого метода, что все шлаки, недокисленные продукты, продукты распада, они должны уйти из организма. У астматиков уходит обильно мокрота. Происходит выделение, что называется, спазух носа. Может быть понос, может быть выделение мочи. Моча меняет цвет даже. То есть организм чистится. Лекарства ранее принимавшиеся, особенно антибиотики, которые тяжело выводятся из организма. То есть вот эта реакция очищения, это является и целью метода Бутейко. И чем тяжелее пациент, тем более ярко манифестирует реакция очищения. Без очищения Рилбутейко нет выздоровления. Дело в том, что я могу сказать, что я представитель альтернативной медицины. Я и глотерапевт, и остеопат. Кроме того, что все знают, что я еще профессиональный музыкант. Но для меня существует закон. Человек, который представляет какую-то область, должен быть ярким представителем. Если ты продавец машин, у тебя должна быть хорошая машина. Если ты... Рил эстет у тебя должен быть показательный. Если ты продаешь вещи, ты должен красиво всегда одеваться. Если ты врач, ты должен выглядеть как врач. Вот у меня основной принцип такой, что я хочу быть здоровым. И причина, которая привела меня сюда, я знал об этом методе раньше, но мне всегда интересно что-то новое в альтернативной медицине. Результаты, которые меня действительно поразили, и я испытал, что этот метод просто великолепен, весной. Когда, в принципе, я здоровый человек, но весной наступает момент цветения, и аллергия – это не уже странное слово, которое мы всегда избегали в Союзе. Мы даже не знали, что существует такое слово. А здесь оно многих преследует, и я в том числе тоже испытал, и не первый год. Но в этом году это было просто чудо. Я могу сказать, что этот метод работает на все 100%. При первых симптомах, которые возникают, то есть начинает слезиться глаза, закладывает нос, и не хватает воздуха, начинаешь чихать, буквально 2-3 минуты нахождения в этом методе, замедления дыхания, глубины дыхания, все симптомы просто исчезают на глазах. Напоследок стоит отметить еще одну деталь клиники – это соляная пещера, построенная из цельных кирпичей настоящей черноморской соли. Особый дизайн стен позволяет поддерживать максимальную циркуляцию воздуха, содержащего огромное количество ионов морской соли. 15 тонн черноморской соли ушло на строительство этой комнаты. Польза дыханием соляным воздухом известна многим, а Геннадий Гороховский напомнил нам, что результаты этих процедур, к сожалению, кратковременны, и добиться реального улучшения самочувствия после посещения солевой пещеры можно только правильно освоив метод волевой ликвидации глубокого дыхания – метод Бутейко. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова